Друзья, всем привет! Хочу сегодня вот именно в такой местности вам рассказать и посетила одна мысль, действительно хотела бы с ней поделиться. Я сейчас стою на 12-м квартале. В Днепропетровске у нас есть такой райончик, 12-й квартал, район оживленный. И считается, что это буквально недалеко к центру. Честно говоря, с 12-го квартала и на Карломарце я пешком доходила. Получается, прогулялась и на это у меня ушло 40 минут времени. Зато очень много всего посмотрела. Мне нравится ходить пешком, тем более я знаю, что пешком ходить это очень полезно. Полезно в любом возрасте, в любом. То есть, когда мы ходим пешком, это у нас получается кардиотренажер. Можно встать на кардиотренажер, можно встать на беговую дорожку и можно, конечно, пройти пешком. Особенно если... Вот сегодня такая прекрасная погода. Сегодня уже, правда, похолодало. Позавчера было очень тепло. Это, по всей видимости, позавчера у нас был последний день бабьего лета. Я так думаю, что это было бабье лето все-таки. А ну, чуть-чуть поверну. Там солнышко у нас, поэтому я смотрю так, чтобы вы меня видели неплохо, хорошо. И вот за моей спиной это проспект Героев Сталинграда. А передо мной Шинник. Дом культуры Шинник. Дом культуры. Очень много всего в Шиннике я посмотрела. То есть, оказывается, на Шиннике даже есть каждое воскресенье. Кому за... Ну, за сколько, я не знаю. Может быть, кому за 20, за 30, за 40. Так, и каждое воскресенье в 19.00 у нас в Шиннике. Схожу, когда схожу, тогда точно расскажу, работает или не работает. Ну, и сейчас карантин, поэтому я не хочу нарожать на, скажем, по-украински, да, на небеспеку. Не хочу на это нарожаться. Одевать маски мне тоже не нравится, поэтому лучше всего провести и рассказать вам об этом всем на улице. Замечательный город. Мне очень нравится город Днепропетровск. Хотите, называйте его Днепр, хотите Днепропетровск. Я приехала сюда, когда он еще был в Днепропетровском и уже здесь прожила почти 20 лет. Мне очень нравится тихий, прекрасный городок. Конечно, не такой тихий, тихий, как райцентры. Это все-таки город-миллионник. И прекрасный городок. Очень прекрасный город. На реке можно его назвать. Одна река Днепр, другая река Самара. Поэтому мы ходим и на Днепр, и на Самару. Если уже бывает до такой степени одолевает депрессия, либо какие-то непонятные, мы едем на Днепр и ходим по набережной. А набережная у нас, друзья, очень прекрасная. Набережная самая длинная в Европе. Мы замеряли, мы с мужем ездили, замеряли. И у нас получилось, что мы проехали более 15 километров. Это все набережная, набережная, набережная. Есть ли такие вот амбициозные планы в наших областных властей? И если они собираются застроить набережную, то набережная будет большая и действительно будет где погулять. Сейчас я вижу, что где-то я замеряла, около 3 километров уже можно пройти и проехать на велосипеде, проехать на роликах. Там сделали, я вам покажу, друзья, я буду на набережной обязательно покажу. А сейчас я вам показываю, называется, уже раньше был проспект, проспект был Героев Сталинграда. Сейчас, друзья, он называется, проспект Богдана Хмельницкого. Прекрасный город Днепр. Друзья, подписывайтесь на мой канал, заходите в гости на мою страничку, пишите, пишите, что бы вы хотели увидеть. До новых встреч в эфире, пока-пока.